Гончар, повар, журналист и даже финансист. Попробовать себя в разных профессиях могут воспитанники Светлячка. В детском саду реализуют инновационную площадку. Центр ранней профориентации «Школа успеха Старт». Мы даём детям попробовать поработать в разных центрах, для того, чтобы они могли определиться, а потом уже идти туда, где им больше всего понравится. Но эти центры, они не только для ранней профориентации, для знакомства детей с профессиями разными, но также мы здесь и формируем у детей социально-коммуникативные навыки. То есть они учатся взаимодействуя друг с другом, учатся быть в роли наставника, ведущего для детей более младшего возраста. Наставниками малыши могут быть и для педагогов. В рамках городского семинара они провели мастер-классы для воспитателей из других дошкольных учреждений. Научили гостей варить мыло, делать поделки из глины, украшать пряники, шить новогодние игрушки и выжигать по дереву. Я делала белочку, ёлочку, сумочку, новогоднюю игрушку. Не скучали и юные журналисты. Слушатели кружка «Светлячок-телевичок» держали руку на пульсе. Ведь всё увиденное необходимо осветить и рассказать другим воспитанникам «Светлячка». О своей профессии я занимаюсь журналистом. Пишу газеты, беру и торгию, посещаю мероприятие. Школа успеха «Старт» насчитывает восемь направлений. При этом все профили тесно связаны друг с другом. Например, мастерицы из кружка «Пуговка» шьют прихватки для юных поварят. А глиняные шедевры из гончарной мастерской раскрашивают специалисты арт-студии. Среди направлений есть и абсолютные лидеры среди малышей. Конечно, кружка-поварёшка – это кулинарное дело. Потому что ребята здесь и готовят, и пробуют, и угощают других ребят. А также швейная мастерская. С этого года и столярная мастерская. Мне педагоги передают, как только видят дети из других групп, педагога, который работает в той или другой мастерской, они прямо вот, а когда вы меня возьмёте, я тоже хочу в эту или другую мастерскую. В Светлячке останавливаться на достигнутом не собираются. В будущем планируют доукомплектовать действующие центры и создать новые. Зинаи Дейсаева, Евгения Ковалёва, Никита Мищенко. Новости Губкинского. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова